Приветствую, друзья! С вами на связи Александр, и я сейчас в этом видео хочу показать вам одно очень простое, но очень полезное упражнение. Особенно оно пригодится тем из вас, кто хочет научиться качественно играть одновременно и мелодическую линию, и гармонические фигурации. То есть создается иллюзия звучания двух инструментов, как будто бы один инструмент играет мелодию, а второй инструмент сопровождает его в качестве аккомпанирующего инструмента. И откуда это слово вообще берется, гармонические фигурации? Любая песня состоит из последовательности аккордов, и вот эта последовательность аккордов, она и составляет гармонию той или иной песни. А под фигурацией мы подразумеваем различные фигуры, когда вы обыгрываете те или иные ноты из конкретного аккорда. К примеру, возьмем аккорд для минор, и вот вы просто... Или ре минор. Правую руку вот так вот обыгрываете ми мажор. Вот они фигурации. Это, кстати, можно на любой позиции сыграть, даже вот на первой позиции. Ля минор, ре минор. Ми мажор. И снова ли минор. То есть вы обыгрываете ноточки из конкретного аккорда. Теперь наша с вами задача научиться играть таким образом, чтобы одновременно была слышна мелодия, и она была заметно выделялась среди других звуков, множества других звуков. Давайте на конкретном примере возьмем, скажем, популярную песню, возьмем Высоцкого песню «О друге». И давайте сыграем, ну давайте что, всю ее не играть, куплет сыграем. Давайте припев сыграем. И вот обратите внимание, я сейчас буду играть припев, и помимо мелодической линии будут еще дополнительные ноточки. И среди всего этого многообразия нот вы будете конкретно слышать мелодию. Вот она мелодия. А теперь смотрите, я играю вместе как бы с аккомпанементом. Вы слышите, что помимо мелодии есть еще другие ноточки. Вот они. За счет чего достигается этот эффект? Как раз таки за счет того, что мы правильно умеем использовать силу щипка пальцами правой руки. А правильно правой рукой играть. Значит, смотрите, давайте мы, чтобы в дебри далеко не уходить, элементарное возьмем упражнение с элементарным аккордом. Возьмем аккорд ля минор. Даже его можно, знаете, как взять? Вот таким вот образом. Потому что четвертая сторона, в принципе, у нас сейчас не будет задействована. Первый палец на второй струне, второй палец на третьей струне. Все, элементарно просто. А здесь мы будем обыгрывать то, что называется аккорд шестерка. Перебор. Арпеджио из шести восьмушек. Раз, два, три. Раз, два, три. Большой, указательный, средний, безымянный, средний, указательный. Соответственно, пятая струна, третья, вторая, первая, вторая, третья. Теперь, вот это упражнение, оно будет у нас состоять из шести подупражнений. Или из шести подпунктов. И в каждом из этих подпунктов мы будем последовательно выделять ту или иную ноточку. Вот, например, начнем с первой ноточки. Вот мы начинаем и пальцем ПМ, вот большим пальцем, выделяем пятую струну. Остальные ноточки тише. Вот таким вот образом акцентируем первую струну. Первую ноточку. Да, первую струну, в смысле, в этом аккорде. Пятая, пятая, пятая струна. Дальше мы немножечко сдвигаем. И сейчас нам нужно с вами акцентировать вторую ноту в этом арпеджио. А первую и все остальные ноточки немножечко, как будто бы, они должны быть приглушены. Вот таким образом. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь двигаемся дальше, когда этот момент отработали. Теперь третью ноточку акцентируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше четвертая ноточка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следовательно, у нас логика подсказывает, что потом пятая ноточка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И, наконец, шестая ноточка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поиграйте это упражнение и постарайтесь в нужный момент, в нужную ноточку, чуть-чуть более акцентировать по сравнению с другими ноточками. И это упражнение, оно вам очень сильно поможет, когда вы будете играть различные произведения, где нужно выделить определенную ноточку, определенную мелодическую линию из всего набора нот, которые в данный момент вы обыгрываете. Надеюсь, что это упражнение вам будет полезно. Вы его можете также играть не только на аккорде ля-минорной, но и на других аккордах, практиковаться. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok